Киров готовится к 9 мая. Больше внимания уделено центру и местам, где в День Победы пройдут праздничные мероприятия. Там высадили цветы, убрали мусор, покрасили ограждения. Ирина Шарыгина прогулялась по городу и оценила качество благоустройства. Весь сюжет про благоустройство города к 9 мая можно было снять здесь, на Театральной площади. Далеко за примером ходить не надо. Визуально здесь кажется, что все более-менее прибрано. Но если присмотреться, то это уже хочется развидеть. Один из примеров – входная группа в сквер. Здесь установлены вот такие тумбы. Мы видим, что они все сломаны, торчит арматура. Также заметно, что все здесь недавно было покрашено, но, видимо, перед дождем. И теперь вся побелка оказалась у нас под ногами. Забору вокруг сквера тоже сделали, как говорится, косметику. Побелили и покрасили. Но новый слой краски, кажется, стал уже десятым по счету. Цвета обновляют каждый год, не убирая старого слоя. Поэтому с годами на заборе уже не видно узоров. Тут же под слой краски ушел пластиковый хомут. Его почему-то не срезали и тоже закрасили. В глаза бросается мусор под ногами. Хочется взять метлу в руки и сделать работу задворников. Такая же картина на Ленина. В дождь этот тротуар на улице Ленина от Московской до Герцена превращается в своего рода русло реки. Вода сплошным потоком льется в сторону оврага засора. Именно поэтому здесь часто бывает размыта брусчатка, а также скапливается мусор и песок. Город до конца не прибран. Это признают в администрации. Говорят, что работать будут весь сезон. А к майским праздникам задача была оккультурить места, где будут проводиться мероприятия. Мы проводим мероприятие как очистку двигательных частей уличной дорожной сети, так очистку остановочных павильонов, опор освещения, опор контактной сети. Производится мероприятие по очистке газонов от мусора и от порубочных остатков, от веток, деревьев. Кировчане работу администрации заметили. Говорят, город перед праздниками преобразился, а стало гораздо чище. По крайней мере, в центре и в парках. Даже не обращала внимания, но вроде чистенько не бросается грязь в глаза. Точно хорошо. Есть, конечно, недоработки местами, но, будем надеяться, успеют. Ну да, очень красиво стало. Мы активно участие принимали в приборке улиц и помещений, ну не помещений, а памятников, мемориалов и территорий. Никаких шествий в День Победы не запланировано, но центральную часть города, особенно памятные места, привели в порядок, подмели и подкрасили. Но ведь могут же, когда хотят. У Вечного Огня все прибрано, нет мусора, бордюры ровные и аккуратно покрашены. Здесь прекрасно все. И в идеале так должен выглядеть весь город. Елена Шарыгина, Владислав Можейко, Мироновостей Давича. Спасибо.